здравствуйте дорогие мои рад вас приветствовать на канале заметки нумизмата сегодня у меня в гостях алексей шлойков и интереснейшая тема здравствуйте здравствуйте совершаются здравствуйте уважаемые зрители сегодня мы вам расскажем об очень необычной монете а именно а штраф таллира и не просто штрафталлиря а штрафталлири секретом прошу вас да еще раз здравствуйте сергей Am это интересная монет необычная сейчас мы с вами ее изучим поговорим о ней и разберёмся что же такое. Недавно в мои руки попало некоторое количество интересных серебряных монет старой Европы. Это были талеры, это были реалы, немецкие марки и прочие серебряные монеты в большом ассортименте. Я начал их изучать и натолкнулся на очень интересный экземпляр. В моих руках оказался талер, талер 1640 года Великой Римской империи свободного вольного города Аузбрага. Чем он мне стал интересен, чем он меня заинтересовал? Он сразу по ощущениям, когда я его взял в руки, был явно значительно легче остальных талеров. Странно подумал я, возможно это копия? Нет, не похоже, монета выполнена по всем канонам и по всем правилам. Видно, что это чеканка, видно, что это старое серебро. Обратив внимание на гурт, я увидел тонкую линию, которая делила эту монету. И тут я вспомнил об одном явлении, о котором читал в нумизматической литературе и понял, что как раз именно это тот самый случай. Монета оказалась так называемым шраупталером. Шрауп от немецкого слова завинчивать, закручивать. Я аккуратно разделил две половинки этой монеты и увидел вот то, что вы видите сейчас у себя на экранах. Монета имеет полость, монета имеет внутренний объем. Для чего же это было сделано? Кем, когда и зачем? Попробуем в этом с вами разобраться. Эти монеты получили свое распространение и стали популярными в середине 18 века, во времена многочисленных войн, иммиграций и других политических явлений, связанных с перемещением народов из одной точки планеты в другую. Для чего это было сделано? Это был некий маленький тайник. В нем люди хранили на тонкой бумаге, на тонком пергаменте изображение своих близких. Мужчины носили, как амулет, волос любимой женщины, картинки, связанные с семьей, с домом. Как бы такой охранный талисман, талисман воспоминания. Для изготовления шраупталера использовались две монеты, потому что одной было недостаточно, из одной монеты нельзя было сделать полноценный предмет, который бы имел пустоту и закрывался. Для этого использовались две одинаковые монеты. Аккуратно вырезалась внутренняя часть, аккуратно вырезалась фаска определенного размера, определенного диаметра. И таким образом, что при соприкосновении двух элементов, двух половинок, и при прокручивании они плотно между собой пережимались и замыкались. Нередки случаи, когда шраупталер состоит из половинок так называемых чужих монет. То есть аверс принадлежит одной монете, а реверс другой. В нашем же случае у нас абсолютно якобы нормальный полноценный талер, и реверс и аверс принадлежат одному типу одной монете. Встретить такую монету в обращении крайне нечасто получается, потому что при обращении такие монеты изымались ввиду сразу же явного их малого веса. Эти монеты переплавлялись, а те, которые дошли до нас, имеют тоже интересную историю. Если в середине 18 века данная монетка шраупталер использовалась в качестве амулета, напоминания о семье, о доме, о близких и любимых людях, то в середине 19 века и вплоть до начала 20-го эти оставшиеся в обращении, оставшиеся в живых монеты получили свое распространение среди молодежных кругов, декадентов и прочих неформалов того времени. Они использовались в качестве контейнеров для запрещенных препаратов. Второй интересный факт о шраупталере. В монете 1802 года, в испанской монете достоинством 8 реалов, недавно был обнаружен тайник. То есть в таком же вот шраупталере, так называемом, был обнаружен тайник, в котором находилось четыре золотых монеты российской чеканки. Четыре маленькие монетки дворцового обихода. О них на нашем канале Сергей Юрьевич уже рассказывал. Так вот, интересный и любопытный факт. Не правда ли, среди массы европейских монет, среди клада была найдена такая монета, испанская монета, в которой находились четыре российские золотые монеты. Третий интересный факт. Среди монет российской чеканки подобных изделий практически не встречается. Но я сказал практически, потому как известен один единичный экземпляр. Это рубль 1723 года, рубль Петра I, портретный тип матрос, который выполнен так же, как представленный нами экземпляр Таллера. То есть монета состоит из двух половинок. Кто-то когда-то в свое время сделал подобную монету из рубля. Не исключено, что это сделал кто-то из приезжих в Россию европейцев, переняв эту культуру у себя с родины и создав вот подобный экземпляр. Но, как я уже говорил, он единичный. Конечно же, Шраупталер не имеет особой нумизматической ценности. Он не был изготовлен таким образом на монетном дворе. Его изготовление не служило для обращения как денежная единица. Но, как исторический предмет, как предмет наследия народного творчества, народного мастерства, он представляет, конечно же, интерес. И такая монета, такой экземпляр, как мне кажется, будет интересен для любой коллекции. Не только для коллекции российских монет, а и вообще, как исторический, интересный памятник народного творчества. На этом все. Спасибо. До свидания. С Новым годом!